Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Керамбит Керамзит не плодишь в мешок Название похоже Игра кстати на 11 дирексте работает Но я что-то смотрю на их воодушевленные лица На которых не виснут капли дождя Так это был Сэм Фишер уже Посидевший и постаревший Готово Даже трупы не убрали Чтобы не спотыкаться об них Смотрите они лежат посреди дороги Мне так радостно что они Разговаривают по русски Я думаю что они и правда русские солдаты Которые собрались натянуть Америку Сара Абрамовна пожилая еврейка И ее может быть только муж Да, но у них все так просто Загружены Здесь два противника Готово Шифр ключей от зоны Ф Срок действия 40 дней Они уничтожены Брось его Глушите все Выступаем Черный список За дело База Андерсон это паладин 02 Прошу разрешение на взлет Как слышите? Слышишь паладин 02 Прошу разрешение начать Начать игру Начать стрельбу И стелс Прошу разрешение на взлет С вертолетной площадки Альфа 9 Почему такие долгие мультики Стали делать в играх Это же кошмар Опаздываем В жопу правила Точно Надо успеть на партию в покер С генералом Макгованом Как еще я расплачусь за вертушку Пилот услышал Видите что я уже жалуюсь И решил поспешить Ой потери все таки были Смотрите Сборим Добьют Нет он дал ему гранату Смотри Это солдат то идейный Видите Не возражает Не ноет Он готов умереть Группа Браво Что у вас? Браво готово Господи Чтоб вы сдохли За такие долгие мультики Проклятый Юбисофт Кстати У этой игры Отсутствует Тит 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 Думаю, если бы мне дали выбрать, на чём упасть, на самолёте или на вертолёте, я бы, не знаю, лучше выбрал самолёт. Потому что вот это вот вращение, я не знаю, заблевать всё перед смертью, чтобы твои останки нашли облёванные, обосранные. Чё-то слабое удовольствие летает. Но зато, смотрите, в вертолёках они регулярно выживают. Не странно. Да. Твою мать, парни, вы целы? Что случилось? Вертолёт сбили, мы целы. Похоже, взорвали оружейный склад. Ты где? Прячется с ноутом подвозовиком. Слушайте, парни, все частоты блокированы. Где-то есть глушилка. Сигнал к северо-западу от вас. Сиди тихо, мы найдём её. Пошли. Спорим, у этих скотов одна из наших глушилок. Подожди, много текста. Почему ты так думаешь? Я бы так сделал. А чё это у него на горбу висит? Жучок, по-моему, они пометили нас. Они следят за нами, чувак. Так, вот теперь я всё-таки включил субтитры, чтобы... А эти парни похожи профи, а у нас нет даже пистолета. Чтобы я мог смело перебивать их теперь. Как в канаве. А вот этот вот Ubisoft-овский интерфейс, который просто игры передают друг другу половым путём. Знаете, он вот узнаваем просто вообще везде. Если иногда у меня возникает сомнение, какой разработчик сделал такую игру, то продукцию Ubisoft-а видно сразу по маркировке цели. Вот этот ромбик, это ж ну просто... просто Watch Dogs, только война началась. Главное, что звуки интерфейса одни и те же. Индикатор костюма светится, когда вы прячетесь в тени, чтобы врагам лучше было вас видно. Я бы вот так написал. Да, вот дерьмо. Директс 11-й, ни одной кровавой дырки не появилось. Отзади меня. Чисто на лбу какая-то, какая-то трудовая мозоль и подтёки говна. Но ни одной дырки на теле. 21-й век, Ubisoft, ёпки профессионалы. Я, кстати, играл в какую-то часть спринтерцелла этого, только то ли третья, то ли вторая какая-то древняя. Ну я жму, блядь, пробел. Чё он, сука, не лезет-то, блядь, мудак ваш? Ёптвою, как трудно. Вот. Не очень я, я не фанат спринтерцеллов. Серия очень длинная. Частей очень много, стелси я не люблю. Я-то сработал как спецназовец, а то зачем ты его сначала позвал? Плохая рана. Это потому что американский спецназовец видит дурака сразу. Он понял, что можно отвлечь. Куда ты? Ну да, конечно, ему надо срочно оказать помощь. Он вообще единственный, кому здесь помощь нужна. Поэтому вот сиди с ним, обнимайся. Да, правильно, я пойду один. Я пойду один, без прикрытия оружие и сдохну. Ваш лучший агент будет... Ваш лучший агент... А, у меня есть оружие. Ваш лучший агент умрет, зато кто-то будет жить. Возможно, да. Правильно. Вон там! Да! Сейчас, сейчас, сейчас. Это пристрелочное. Хочу заметить, что откуда-то пистолет с глушителем взялся. Ну да. Стелс мой конек, я уже говорил. А, я еще жив? Нет, вот теперь я уже точно не жив. Не люблю я стелса. Вот, вот, вот не люблю. Ну не мое. Нет у меня, сука, терпения сидеть и смотреть, блядь, на всю эту хренотень, что-то стараться... Даже когда я играл, количество трупов, которые я оставлял своей спиной, зашкаливало. Да, но здесь перестрелка, походу, вообще не в моих интересах. Такой прицел, сука, уродский и огромный. Это почему, почему этот стрелок такой косой? Что за разброс такой нечеловеческий? Тех, 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 тех. Ай, отсосите. Все, ладно, уговорили. Никаких перестрелок, это будет стелс. На какую кнопку приседать? Все, все, мы идем. Оп. Заняли укрытие. А, мне надо к джипу пройти, что ли? И что там? Найти генератор помех, оставайтесь в тени, двигайтесь из укрытия в укрытие. Потрясающе. Жаль. Раньше любой стелс можно было пройти, так что... Трупов оставалось больше, чем в шутере. Убивались практически все. В том же хитмане переоденешься, засядешь в уголке, расстреляешь всех. Тебя, я смотрю, жить надоело. А как надо мне? Оставь здесь и здесь. Есть! Спасибо! Но стелсы, они не зато, сука, атмосферные, типа. Типа такая тут опасность везде. Прям собранный, сосредоточенный. Ну, ебда, ну. Там такая стрельба идет, они услышали, блядь, мои шаги. Видели, да, этот слет от парфюма, который остался? Все в укрытие, хуяк в затылок. А патроны докончаются. Так, все, они сдриснули, но я ранен. Я подозреваю, что жизни сами здесь не регенерируются. А, они от меня не убежали, просто я смотрю, что их была толпа, а я один, и они сдриснули так. Хорошо. Ну, это же был хедшот, ёб твою мать. А, еще я прошел сплинтерселл конвикшн, да, прям в сетевом прохождении. Вдвоем с чуваком, финал, конечно, был знатный. Финал-то лучшая часть была того сплинтерсела. На, докладываю, ёпта. Все, я нашел генератор помех. Вот, извини, там последний помощник, который умел раны затыкать там на проходной, уже кому-то помогает, чувак. Могу тебя только в тихое место отнести. Оттащить тебя, ёпта, за ноги. А, вот этот гениальный медик. Он мануальный терапевт, видите, он все лечит. То есть, хороший мануальщик все массажами может вылечить. Даже если ему горло прострелили, сейчас он ему помассажирует, и все пройдет. Помолчи, ладно. Чарли, а где выключатель? А, видишь линию и кнопку? Угу. Жми. Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит. Получилось, Вик. Черный список победит. Деньги под половицей! А, это был тот, точно. О, это было неплохо. Я уже и забыл про него. О, это был чувак, который раненый, точно. На крупную военную базу в США, на острове Гуам. Таких потерь. На острове Гуам и Танама. Ответственность на себя взяла группировка инженеры. Группировка инженеры? Что, уже исламские слова закончились? Группировка инженеры. Черный список. Тогда уж должно было быть не инженеры, а инженеры Ахмад Шахамасуда какого-нибудь. Вот раньше было это, да, там, бригада мучеников Аляксы какой-нибудь. Еще там какая-нибудь фигня. А тут, блядь, инженеры, еб-то. Следующие, наверное, будут водопроводчики. Сейчас же. Переговорки в неделю. Мандар. Никаких переговоров. Список не остановить. Вот правильно, походу. Надо нам объединяться с вот этими арабскими странами, которые ненавидят Америку. Это наш шанс. Надо использовать то, что Америка воюет там каждые пять лет. С ним чаще. Докладывайте. Паладин-1, четвертый эшелон готовы, мэм, но мы не можем найти Фишера. Его друг тяжело ранен, а где Виктор Коста, там и Сэм. Разгром на Гуаме, угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти их без лидера. Держись. Фишер такая, я смотрю, фамилия-то. Мне нужен один из людей Вика, без вопроса. Распространенно. Я видел удочки Фишер, велосипеды Фишер, биатлониста Фишера, теперь, собственно, который выпускает лыжи и лыжные палки Фишер. И вот теперь еще суперагент Фишер. Гримм, ни за что. Она тоже была резко против. Увы, Сэм так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. Ам на Гриммс Дротти? Где-то эшелон ждет вас, мистер Фишер? Вот, дал бог, фамилию. Гриммс Дротти. К доске пойдет Гриммс Дротти. Кстати, кто не понял, вот этот бледнолицый, это еврей, скорее всего. Какая у них пестрая команда, как я люблю. Фулл толерантность. Черный, еврей, баба, ну и, конечно же, суперамерикоз. Который выгодно выделяется на фоне всех остальных ушлепков. Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. Пока расскажу про самолет. Военный транспортник протодем. Да, расскажи, как он такой тяжелый и не падает. Ну, ёпта, что за хренатень? Че так долго? Все как на обычной базе на Земле. Только летает, как в старые добрые времена. Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио. Ощущение, как триле копейки. Поебалу дали, ёпта, за то, что черный. Я не могу. Ну, что это за чушь? Какая подкожная охренатень ему там вживлена. Почему подкожную какую-то хрень в ебальник именно всадили? А не в жопу, в лодыжку, блядь. В подключицу, в конце концов. Столик у них классный. Вот бы на кухню такой поставить. Чтоб одновременно можно было быть лицом в тарелке и в экране. В тарелке. И начинается, наконец-то, игра. А я напоминаю, кстати, что сегодня солнечное затмение. Связано ли это как-то с тем, что мы играем в Splinter Cell? Нет. Но просто из того места, где я, не видно ни у я. Ну, так себе рифма, но... Суть раскрывает полностью. Поэтому напишите в комментах, кто затмение видел, как оно там было. Чтоб я хоть за вас порадовался. Блядь, чё это нахуй за какие-то, блядь, картинки и нахрен. Если я захочу, блядь, картинки смотреть, я, сука, Яндекс, блядь, открою. Нахрен мне в игру играть. Вы можете позвонить Саре по этому телефону. По какому телефону? У нас такой, блин... Такой там стол сенсорный, а телефон до сих пор от базы нельзя уносить, что? Привет, это я. Пап, привет. В новостях показали видео чёрного списка. В какой-то из частей сплендерцелла Сэм Фишер успел себе дочурку, походу, сострогать, да? Я могу сказать, где я и чем занят, но... Ну да, как всегда. Но ты хоть цел? А дядя Вик? Вик? Из-за него я и звоню. Ранен ногами. Тяжело. Но он же поправится. Скажи мне, что он поправится. Ты же знаешь, он боец. Да, столько переживаний в её голосе. А как будто она, знаете, я прям слышал, что она говорит, да, да, мне похуй. Он поправится. Скажи мне, он поправится. Конечно, бля, мне делать-то нехрен, кроме как названивать. Подалеко не дешевые сотовые связи. Ах, хорошо. Кстати, дочка, ты на Билайне? Мне просто дешевле на Билайне звонить. Ну давай, пошли уже куда-нибудь, господи. Звони Саре после каждого задания, чтобы знать, как дела у неё и Вика. Тут реальным-то родственникам звонишь раз в год, блядь, чтобы как дела у них узнать. Они предлагают какой-то Саре названивать. Я надеюсь, здесь можно сесть в вертолёт и полететь, блядь. Вертолёт-то прям как у профессора Кзавьера. На Сеге была игрушка Jungle Strike, там, по-моему, такой летал. Я чё-то ни хрена не понимаю. Раньше Splinter Cell просто был линейный. Тебя скидывали с миссии к миссии. Но теперь все игры, ну, Ubisoft вот здесь, в данном конкретном случае, Dragon Age, Inquisition со своим вот этим штабом в замке, они стали впиливать в игру какой-то промежуточный уровень. Вывел в Изыне вот этот вот, где там эта медсестра стоит. То есть, какую-то штаб-квартиру, в которой можно бродить просто, теребонькать. Неограниченное количество времени. И это ещё больше растягивает игру. Слушай, Сэм, у нас... В Assassin's Creed вот во втором, помните, там у Эдсо аудитории вилла целая появилась, которую там можно, блядь, прокачивать, что-то строить, какие-то магазины открывать. Блядь, улучшение самолёта. Ёбаный насос. Давай прямо в воздухе приделаем ещё пару турбин, а чё бы нет. Кабина пилота. Души девочек, пожалуйста. Мастерская Чарли. Я не знаю, блин, чё в мастерской Чарли. Давайте гвоздодёров купим, блин, оптом. Командный центр. Оплатите Wi-Fi. Лазарет. Смерительные рубашки и подушки на стены. И это 120 тысяч долларов будет стоить, что, класс. Такие цены, блин, я обалдею. Кабина пилота всего за косарь улучшается. При этом командный центр за 90 тысяч баксов, а лазарет за 120. Каюта экипажа 84 тысячи долларов. За 84 тысячи долларов можно каюта экипажа забить, не знаю, там, просто проститутками. Ну и грузовой отсек 78 тысяч бачинских. Интересно. Грузовой отсек не должен стоить дороже, чем груз, блин. Что за цены? А, вот, задание грим 1 согнут. Как дела с твоим побочным проектом? Погнали. Я тут отслеживала трафик инженеров. Совместный, походу. 60% проходит через одно и то же место. Частный офшорный центр данных. Нам удастся туда влезть? Через сеть не выйдет. Я тут отслеживала трафик инженера. 80% проходит через порносайт. Это бывший морской форт. Владелец явно зашибает миллионы за этот хостинг. То есть надо поставить жучок и уйти? Да, и уйти надо тихо, иначе они... Какая глупость. Хостинг в заброшенном английском форте. Это снаряжение А, Б и С, но открыто только А. Итак, в комплект входит защита на 3 кубика. Скрытность тоже. Обращ с оружием как у днища, блин. Просто худший. Значит, арсенал. Пх, 4,45 штурм. Пх. Пх, пх. Ну, правильно. Пистолет с глушителем. Хорошая маркировка. Значит, дальше МП-7. Так, электрошокер. Непонятно на какой хрен. И базовые очки. А, это у него... Я никогда не понял, почему у него очки с тремя глазами, блядь. У него там, чё, я не понимаю, это чакра, что ли, открывается во лбу какая-то? Ладно. Выйти и начать задание. Наконец-то. Ура. Я хочу заметить, что я начал первое попавшееся задание. Потому что мне глубоко пофигу. На всю глубокомысленность этих сюжетов, но... Морской флот. Итак, вот план. Осторожнее на подходе к цели. Медли Росингтон закупил лучшие охранные системы. Да и охранников там хватает. А у меня... Я думал, охрана там не очень. Всё относительно. Сука. На мне ярких лампочек больше, чем, блядь, на самолёте, когда он летит и мигает, чтобы его видно было. Посмотрите, я весь свечусь, блядь. Как гирлянда, нахрен. Они меня поймают и скажут, что, блядь, с Новым годом пришёл поздравить. Так. Так, так, сейчас. Двоих сразу, что ли, попробовать мочкануть. Смотрите, как удачно они там. Ну, он что-то как-то громко помер. Для человека, которому прострелили голову, он ещё успел вякнуть что-то. Удерживай, чтобы поднять тело. Ну, давай, поднимем тело. Вот самый классный был, это всё-таки хит, мой олдскульный, стелс, в который можно переодеваться в костюмы врага. Это просто было круто. Здесь их можно просто... просто скинуть. Сейчас его подтолкну в пукан. Блядь, на какую кнопку здесь пинка дать? Повиснуть на уступе. Для полной абсурдности ситуации. Сука, падай, бля, падай. За что он-то зацепился? Бля, я не могу. Нахрен, ладно, идём дальше. Ой, какие эти стелсы забавные. Ещё мне не нравится, да? Так, открыть. Ну, давай. Войдём в парадный. У них есть ковёр. Вот зажрались проклятые буржуи. Кстати, автомат-то у меня тоже с глушителем. Вы слышали, как звякнула его каска? Даже в Первую мировую войну, по-моему, не всякая каска, блин, от пули спасала. А, блядь, уж в наше-то время. Каска, это, как я понимаю, небольшая надежда на рикошет от головы. Но никак не бронированная там защита, которая обладает какими-то там защитными свойствами. Кроме рикошета. А как очки одеть? Рукопашный бой насмерть, блядь. Затнись, шалава. Можно было её электрошоком отдуплить, конечно. Чистокровный чемпион. Сука, жалко собаку так удивить. Я знаю, он бы расстроился тем, что собака умерла, поэтому я его избавлю от лишних слёз. А, вот. Стрелок очень кривой, конечно, из Сэма Фишера. Они подняли тревогу, и всё накрылось звездой. Вот так вот. Видите, почему они люблюсь у Стелса? Потому что в них придумали вставлять какую-то тревогу. Ну, не хочу я сидеть и ждать, когда они тут уйдут куда-нибудь там. Тем более, что они вроде как не голубцы, поэтому уединиться захотят нескоро, но... А на F вообще активируется ночной режим. Повиснут на уступе. Но никак не подпрыгнуть и не подтянуться. Давай, давай, давай. На этот раз мы пойдём, пожалуй, прямо туда, где нет собаки. А, разве, разве... Чё-то... А? Ой. Я ему, походу, горло перерезал. Садичка за испуг. Классный Стелс век бы играл. Так, где мой электрошокер? На этот раз я предлагаю поступить с собакой гуманно. А-а-а... Но нет, я не знаю, как переключать... А, во, вот он. Ёб твою мать. А-а-а... 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 Потери! В противник там! Стой! А-а-а... 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 А-а... 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 Так, пожалуй, я сдаюсь. А есть ли какое-нибудь другое занятие на... Задание на этом самолёте? А-а... Не связанное с домом, который охраняет бешеный доберман, который тявкает и подымает тревогу. У меня есть много всяких классных примочек, но нету, к сожалению, визанки сарделек. Визанки сарделек, за которую можно было бы подкупить эту неподкупную собаку. Доложите обстановку. Долкокапку. Эй, Сэм. Но, Брикс, устроился? Вот, наверное. Наверное... Пока ещё нет. Мой Нига даст минор в задании. А-а... А что это у них за микросхемка на футболке интерес подключена? А стремительность — залог успешной операции. Да, ЦРУ вообще говно. Так точно. Просто хотел всё лучше спланировать. Грим, Бигл, Чарли. Что это там так написано? А, вот, смотрите. Задание Брикса с ОВМ... Блядь. Что всё, задание мультиплеерное, что ли? Высокий приоритет. Чем дальше, тем выше. Станция радиоперехвата в Кашмире регистрирует сообщение о контрабанде. Что они пытаются? Давай. Я сам пойду и посмотрю, что они пытаются. Слишком много информации в сети. Я не хочу искать напарника, но походу облом. На этом всё. Работать с вами честь для меня, сэр. Да. А для меня-то какая вот дерьмо. Где здесь жальные задания раздают, а? Капец. Не, ничего не хочу сказать. Игра вообще классная. Всё, графика хорошая. Задание интересный. Стелс крутой. Но здесь встретились две вещи, которые я не люблю. Это стелс и Ubisoft. Не люблю Ubisoft, не люблю стелс. Здесь, видимо, будут языки. Взятые в плен содержаться. С ними тоже можно будет разговаривать. Все эти возможности. Очень радуют школьников, которые прутся от таких игр. А я просто сижу и вздыхаю, просто пытаясь понять, нахрена мне это надо, как это связано с геймплеем. О, там экзоскелет, смотрите, стоит. Да, Сэм, уже всё почти готово. Осталось только кое-что разогнать и отнести список нужного барахла на рассмотрение её величества. Будут трудности, дай знать. Окей. А вы заметили, что Сэм Фишер похож на Айзека Кларка? Из Dead Space. Ну, мало ли, может, вы какого-нибудь другого Айзека Кларка знаете. В этой игре есть что-нибудь, что можно не прокачивать? Над членом поработать, прокачай мне пару сантимов. Задание Чарли, один, ура. Жальное задание. Так, заткнись. Запуск задания, шикарно, один, всё, окей. Гуляем. Да, да, я знаю, что у меня нихрена нету. Гаджеты, очки, господи, сколько всего. Плевал я, где, где старт? Ёб твою мать. Похуй мне. Всё, всё, давай, всё положите. Подожди, я чё-то не понимаю. А, во, выйти и начать задание. Я случайно зашёл в настройки костюма. Я не тот человек, которого можно сходу заинтересовать какими-то широкими возможностями в настройке шмота в этой игре. Вы сначала сделайте, чтобы мне, блин, играть не интересно было, а потом уже ужасайте меня, что тут можно два часа сидеть в настройках. Есть у меня один знакомый, который любит всякие настройки в этой игре. Он просто, я не знаю, в Dead Space, у каждого станка он минут 20 торчал. Чё-то настраивает, чё-то делает, ему пофигу, что враги и так помирают с одного выстрела. Всё равно он будет чё-то там сидеть, мудрить. Вот он, я вбалдею. Наверное, если бы начал играть в эту игру, он бы сейчас первые три часа там себе пытался что-то настроить. Это, я так понимаю, перестрелка. Тут никакого стелса и не пахнет, да? А это значит, что я имею преимущество. Потому что, в отличие от конкурса... Куч, налегли. Хрен, я работал мастер, ёптель. Фонарика нету, да? Осталось где-то двое врагов. Я не понимаю, из чего я стреляю. Но урон у этого говна, как у рогатки. А, волны надо отбивать. Это такое задание? Больше на ДЛЦ похоже. На дерьмовое ДЛЦ. Такое дерьмовое ДЛЦ было в ДТ-Айланде в первом. Сколько оно там? Двести рублей стоило. Добавили сраную арену, в которую можно от волн отбиваться. Как я сразу их минусанул, да? Бля. А где патронов взять? Чёрт, это худший стрелок во всей Албании. Вы видели, он в упор? Нет, он попадал. Просто у меня нано-броня, видимо, которая выдерживает сраную пачку. Мне кажется, я только что убил Бен Ладена. Решётки обладают пули непробиваемыми свойствами, хочу заметить. Сейчас я встану. Сейчас я отожмусь пару раз от пола и встану. Ой, боже, что ж. Не знаю, я думаю, что на этом можно заканчивать. Вряд ли меня Спринтер Селл ещё чем-то может удивить. Не знаю, а могу только сказать, что я в такие игры не играю. Я в них, я такие игры не люблю. Слишком много возни, слишком много ходьбы, слишком много надо думать. Проще надо игры делать, проще. Интереснее и проще. Снова сдох. Лошара. А при первой попытке записи этой игры у меня чуть не навернулась винда. Да, видеокарта вообще объявила забастовку, когда узнала, что ей нужно будет выводить на монитор изображение 1024 на 768. Но сейчас вроде как туда-сюда. И это Hawks of War. Игру, про которую вспомнил чувак с загадочным ником Doom Pastbyshe. Значит, это свиньи войны. Они же Hawks of War. Игра просто щедевр. Серьезно говорю. Свиноармейцы. Ну, когда я играл еще на Sony PlayStation в эту игру, вообще-то они назывались Прусосвины или свинорусы. Пороснятоми. Не знаю, что такое Пороснятоми. Свинушки чеснока были. Франкохрюки. Кабаны дяди Сэма. Не помню. Прусосвины были. А, поросята суши. Хрюкуны Кайзера. Ну, раньше как-то названия более были похожи. Более, соответственно, странам, которых представляли эти военные свиньи. Я, естественно, за наших воевал. Против хрюкунов. Хрюкунов Кайзера. Прости, господи. Мне насрать, как вы будете их называть. Да, я все равно, я все равно ни черта не помню. А, можно кого-то прокачать. Нет, не на что накачивать. Вот, пропустил обучающую миссию. Надо писать эту игру с первого раза. Потому что второй раз бандикам ее начнет писать только после перезагрузки нормально. Товарищ, говорит свинья. Название материков тоже похоже на название некоторых стран. То есть, являются какой-то пародией. На какую кнопку надо нажать? Обучение-то я пропустил. Потому что я ленивый. На Enter. Хорошо. Ну, времени больше, чем нужно. Я, наверное, единственный человек на планете, который не оценил игру про червячков, где они в 2D друг к другу мощность. Не знаю, мне никогда это не казалось интересным. Но в то же время мне очень понравились свиньи. Наверное, сыграло роль то, что они трехмерные и более как-то с юмором. Не знаю. Вот. На коробке к игре было написано, что, типа, червяки эволюционировали в свиней. Я тебя порву! Я тебя порву! Такой. Ну. 30 урона. В общем-то... Игра основана на элементарной математике. Элементарно подсчитывать, сколько... Эм... Жизни у свинюшки. Сколько надо и дамагов тащить, чтобы она сдохла. Ну, э... Вот эти... Они заслуживают такого отношения. Это... Его что, Ельцин озвучил? Слушай. Они заслуживают такого отношения. Охренеть. Вот эту дальность со шкалой рассчитывать приходится, конечно, на глаз. Я не знаю, не могу точно сказать, сколько раз я проходил эту игру и перепроходил. В основном за наших, иногда за немцев. Не знаю. По-моему, эта игра просто яростный хит. Плейстейшена. Я не говорю, что было бы хорошо, чтобы вышел ремейк. Нет, ремейка тут нечего, потому что слишком древний убитый движок. А, я говорю, то, что было бы неплохо выпустить какое-нибудь продолжение все-таки. На нормальной графике, еще и с сетевым режимом, я думаю, что игра просто попрет в массы. Потому что на самом деле очень классно. Только я не помню, как целиться. Я не помню, как прыгать, поэтому буду метать гранату на вскидку. Очень удачно. Хоть бы она хотя бы в воду упала, блядь. Слава богу. Эта свинья просто рахитичная. Вот берут в армию всех подряд поросята, а они потом ни бегать с плоскоступием не могут, ни гранату кинуть с недовесом. Бесполезная такая армия, но... Кстати, тут кто-то прямострячил хилку. Кстати, игра, несмотря на свое разрешение, выглядит не так уж и стрёмно. Ну, сама она нарисована так мультипликационно немножко. Вот эти деревья, допустим, они... Ну, они и должны так выглядеть при любой графике. Ну, как мне кажется, так попробую-ка его в воду штыком захерачить. От него вроде... Нет, от электрошока далеко отлетали, от штыка нет. Десять дамага. Десять дамага и на десять метров ближе к воде. В воде они очень быстро тонут. Добро пожаловать в мой мир боли и мучений. Вот он сейчас меня утопит, мне кажется. За мной сейчас зарвет, да. Видите? Хитрожопый засранец. Надо этого уделывать как-то. Как насчет уделать его в упор из ружья? Не умирай, товарищ! Жалко... А, сейчас, да. Нельзя их убивать в упор. Они же взрываются после смерти. На самом деле, кстати, надпись на каске в заставке здесь неправильно перевели. Насколько я помню, там было написано «Рожден для гриля». И к каске примотаны два вида соусов. А где-то еще писали, что игра называется «Война, свинское дело». Что-то типа того. Вот этот ящик на этом островке, это ящик, сука, с... А вот видите, видите, как быстро жизни уходят. Свиньи прокачиваются, выучивают новые скиллы. У них становится больше оружия в начале игры. Но прокачиваются они за золотые монетки. Золотую монетку дают за одну пройденную миссию. Если в ходе миссии были выполнены особые условия, то монетки дают две. Здоровье не только лечь, но и автоматом увеличивает максимальный запас жизни. Так, я подобрал какой-то ствол, и это базука. Попробуй мое смертельное оружие! Ну, в общем-то, неплохо выстрелил. Боец Джигая, 17 жизней. Ну, давай. А он пропускает ход. Ком здесь нереально тупой. На любой сложности компьютер очень тупой. Вот он спокойно может начать пропускать ходы. Хотя ему это нахрен не надо делать. Вся сложность... Ну, это игра-то какого года тогда еще. И словосочетание-то компьютерный интеллект было незнакомое. Вот. Тогда сложность игры обуславливалась условиями, в которые ставят игрока. Вроде как все свиньи заняли там танки или бункеры. Бункеры, ебункеры. А тебе надо их как-то... Ну, это мастерски было. Тебе надо как-то их из их бункеров выковыривать, взрывать и так далее и тому подобное. Вот. Но при этом компьютер все равно, даже сидя в танках, ведет себя крайне неадекватно. Стреляет мимо там, выпрыгивает иногда из них там. Что хочет, то и делает. При всем при том, что эта игра выглядит и смотрится как бабушкины вязания в эру 3D рисунков, я все равно советую вам поиграть в нее, если вы этого когда-либо не делали. Хотя бы чисто из-за юмора. Например, главную свинью в моем отряде зовут Хрющев. Ну, как Хрущев, только Хрю. Что еще? Это уже, собственно, второй этап записи. После перезагрузки каждый раз. Игра свободно идет на семерке. Спокойно. Единственное, что проблемы могут быть только с записью ее. С остальным все нормалек. Мосты, кстати, рушатся. Помню, мы потом друг против друга еще на Соньке играли. Например, у себя дома, когда я ее купил, я вовсю наказывал двоюродную сестру в поросят. У нее что-то вообще никак не получалось. Ну, потому что она женщина, она не может быть стратегом. Эй-ей-ей. Я думаю, что мне нужно воровство. Я могу у него украсть. И что, я у него украл? Маскировку. Либо ничего. Так сразу и не скажешь. Как же целиться? Ладно. От бедра в пятачок. Огонь. Хрющева я прокачал в снайпера, поэтому у него появились интеллигентные очки. Последний левел свиньи, это, по-моему, свинкомандос. С летающим джетпаком. Самая сильная атака в игре это супер нитро, либо авиаудар с дирижабля. Ну, я уже говорил по поводу того, что летсплей и стратегия это полная чушь, потому что я не могу разговаривать, шутить и думать одновременно. Либо я буду играть очень херово, как перед этим я играл в Splinter Cell, либо очень скучно это будет смотреть. Но я эту игру взял исключительно из-за того, что я играл в неё раньше. Иначе бы я от стратегии успешно отказался. Ну, держи, сука, гад! Вы слышали, да? Он сказал, ну, держись, сука, гад! Ну да, ближе она уже к его хвостику не подкатится. Видите, видите, что делает компьютер? Вместо того, чтобы атаковать двух свиней сразу, которые стоят рядом, он стреляет вообще, вообще, в кого он стреляет? А, он увидел кого-то на горе и, естественно, промахнулся. Потому что невозможно было попасть так далеко. Чёрт. Ну, на первых уровнях игра будет смотреться скучно, вяло и неинтересно, потому что кроме гранат серьёзного оружия нет. Но потом, когда ваш арсенал уже вырастет до приличного, появятся снайперские винтовки, автоматы, электрошокеры, динамит, миномёт, ещё что-то, ещё что-то, всё будет, вот тогда будет круто. Тогда уже придётся действительно думать. И уровни время от времени будут довольно сложные всё-таки. Ну, мне было сколько лет, когда я в неё играл? Лет, наверное, ну, чуть-чуть больше десятки, походу. Нет, гоню, наверное. Ну, первый раз я в неё играл, наверное, лет... Да даже я и не помню, это столько лет назад было, что охренеть можно. Сука, одна жизнь осталась, вот везучий говнюк, не мог сдохнуть, Бен. Очень прикольный удар копытцем прям врыло, ну, рукой, в смысле. Я хочу заметить, что первые уровни играются нечестным составом, потому что нас пятеро, а их трое. Дальше всё будет нормально. Я никогда не пробахиваюсь, командир. Конечно, ты же со штыком подошёл к нему в упор, тупой свин. И он ещё напоследок наказал меня на шею здоровья. Осталось ещё немного! Иногда противнику сбрасывают с воздуха подмогу, чтобы жизнь малиной не казалась. Вот так выиграешь полбоя, раз ему спецназовство наскидывали. Выстрел в упор из базуки, типичный. Типичный приём для тупого компьютера. Видите, у этого появился револьвер, а также отравляющая граната. Мимо. Потому что я, сука, не знаю, как целиться. Но сейчас компьютер исправит эту досадную оплошность и убьёт своего. Он любит это делать. Смотрите. И свой сейчас ещё сдохнет и взорвётся рядом со мной. При установке игры было две варианта озвучки. Одна от Фаргуса, вторая от ещё какой-то конторы. Я поставил вторую любительскую. Видимо. Но озвучено-то, в принципе, хорошо. Америкосы говорят с забавным акцентом. Но при этом названия свиней, как я уже говорил, непривычные. Что, в принципе, не потеря и вообще не страшно. Видите, как раненая хрюшка ковыляет. Я с восклицательным знаком. Ну, а этого говноеда только гранатами остаётся выковыривать. Но я, к сожалению, не помню, как кидать выше, ниже углы наводки регулировать. Не получилось его стряхнуть вниз, как только он упадёт. Но, впрочем, он, наверное, сдохнет раньше, чем упадёт. Заметьте, что на карте ящик с оружием рядом с этой свиньёй прямо находится. Но свинья не идёт его брать. А я туда залезть и взять его не могу. Зачем его туда поставили? Непонятно. Может быть, я не помню. Вроде как нельзя было сложности выбирать. А этот чувак до туда гранату тупо не докинет. Ну и ковылять раненым свинам здесь тоже удовольствие ниже среднего. За пролетариат. Отлично. Пролетариат, видимо, тебе сильно дорог, раз таки, ну, так профессионально эту гранату. Я душеприказчик. Ну вот я душеприказчик, это прям вообще тупая фраза. Но как он попал из обычного ружья на такое расстояние? Так, моих свиней становится всё меньше, надо что-то делать. Ну-ка, бздец, как туда идти далеко. Давай-ка вплавь, как Чапаев. А, не доплывёт он вплавь. А, 50 здоровья тут ящик был. Отлично. 26, сдох вроде. Ай, блин, ещё 10, да как ты затрахал. Паттерсон, блин. Пидерсон ты, а не Паттерсон. Много. Попробую. Ай, чёрт. Вообще ни хрена не то. Пока бегу, попытаюсь найти кнопку, на которую целится. Не знаю, в управлении здесь, по-моему, для джойстика всё написано, потому что... Через встроенный эмулятор, такое ощущение, что эта штука работает. Ну, хотя фаргус, не знаю. Ну да, фаргус, всё правильно. А, нет, я всё-таки могу к нему залезть. Всё-таки есть здесь дорожка. Шедевральный. Что же было в этом секретном ящике, интересно, такого убойного? Х1. Это ракетница. А, нет, динамит. Но я думаю, что я тоже, пожалуй, стартану на всякий случай. Мы умрём вместе, как истинные свиные товарищи. И на этой ноте очередной выпуск ваших игр подходит к концу. Если вы хотите, чтобы я поиграл в вашу хренотень... Ой, прости, господи. В вашу игру, вы можете написать её название либо под этим видео, либо в группе ВКонтакте, что надёжнее. Потому что, когда я хочу выбрать одну из игр, я в первую очередь смотрю туда. Не забудьте нажать на рекламку. Адьё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!